Путину и Суровикину придумывают героических родственников, а Лукашенко выдумал сам. Погиб во время Великой Отечественной войны, рассказали в эфире Первого канала об отце Владимира Путина. Правда, президент России родился только спустя 10 лет. Похожая история была и у Александра Лукашенко. Он заявлял, что его отец погиб на войне также, несмотря на то, что сам он родился в 1954 году. Ранее корректировки своего рода подвергся и командующий так называемой специальной военнооперации Сергей Суровикин. Пропагандисты придумали ему отца летчика, который героически воевал с американцами. Кроме того, российская пропаганда пытается заглушить кличку Суровикина «сирийский мясник» и заменить ее на генерал Армагеддон. В различных средствах массовой информации российские журналисты перестали использовать кличку, которую он получил в Сирии, где, по мнению правозащитников, нес ответственность за бомбардировки Алеппо, разбомбленные больницы в провинции Длиб и, возможно, даже был причастен к химическим атакам против гражданского населения. За военную операцию в Сирии Путин наградил Суровикина в 2017 году званием Герой России. С нами на связи Денис Греков, преподаватель критического мышления. И с ним мы обсудим стремление российской пропаганды героизировать и создавать мифы о Путине, о Суровикине и так далее. Денис, приветствую вас. Здравствуйте. Может быть, я бы начал действительно с Суровикина, наш разговор, потому что вот эта история, которую несколько дней уже обсуждают, о том, что ему приписывают героического отца, стараясь отодвинуть вот это прозвище «сирийский мясник», которое к нему одно время приклеилось. Неужели для пропаганды сейчас важно отодвинуть вот это вот его прошлое и приклеить ему новое название «генерал Армагеддон», которое сейчас пытаются рисовать, при том, что мы видим, что, как в США назвали вот эту эскалацию, позорно. И действительно, тут больше подходит генерал-позор, потому что Суровикин сейчас отмечается только тем, что обстреливает гражданскую инфраструктуру, стреляет по роддомам и больницам, а на фронте, в общем-то, мы видим провал за провалом. Почему сейчас российская пропаганда озабочена тем, чтобы приклеить к нему вот это вот новое прозвище «героическое»? У них кризис, связанный, во-первых, с объективными поражениями, как вы верно заметили, а во-вторых, у них еще отмечается отсутствие сколь-нибудь значимых персон, значимых с символической точки зрения. То есть, да, они, конечно, осуществляют какое-то командование, но сами из себя, в общем, мало что представляют. И обывателю совершенно непонятно, почему он должен подчиняться их бестолковым приказам, или почему он должен нести какие-то убытки и жертвовать чем-то ради этой войны. Ну и вот придумываются какие-то героические родственники, которым якобы унаследовали вот эти персоны. Ну то есть это просто попытка их как-то дополнительно надуть в плане значимости, в плане авторитетности их мнения. Но вы как преподаватель критического мышления, как вообще оцениваете, насколько успешны вот такие вот попытки в наше время, когда все легко проверяется в интернете и все поддается сомнению, создавать такие мифы, которые действительно иногда просто кажутся абсолютно нелепыми? Сложно сказать. Успешность будет очень сильно зависеть от того, как эти люди, ну я имею в виду теперь аудиторию, как эти люди привыкли оценивать информацию, которую им преподносят. И в общем-то большинство из них не секрет, конечно, не знает ни лет рождения Путина, ни лет рождения кого-либо еще. И вообще крайне себе примерно представляет биографию даже каких-то основных персон страны. Поэтому не исключаю, что для кого-то сказанное в телевизоре сработает. Ну понятно, что для большинства людей это совершенно пустая информация. То есть большинство ее просто проигнорирует. Мы видим своеобразную такую манеру общения, которую российские власти сейчас выбрали с Западом. Либо это ряд совпадений, либо это все-таки действительно такая манера, когда, напомню, когда был саммит J-20, на который Путин не поехал. В этот день Киев подвергся массированным обстрелам. И вчера, когда Европарламент принял резолюцию о признании России страной спонсором терроризма, мы также наблюдали достаточно массированный обстрел, если не самый сильный с начала войны, то один из самых сильнейших. На ваш взгляд, что пытается Кремль добиться такой демонстрацией силы, когда на Западе это даже не рассматривают как сила, а еще раз повторюсь, что это рассматривают как слабость, как позор, когда расстреливается гражданская инфраструктура, и ракеты летят на мирное население, а абсолютно никаких успехов на фронте не наблюдается? Ну, это единственное, чем они могут хоть как-то ответить, во-первых. И, во-вторых, в их-то представлении это как раз, видимо, проявление силы. Кроме того, это шаблонная тактика. Они ее применяли, начиная с чеченских войн. То есть они уничтожали, в общем-то, целые города. Вот если вы вспомните, как подавлялось сопротивление в Чечне, то вы увидите, что они точно так же стирали с лица земли всю инфраструктуру, города, села, которые стояли на пути. Они действуют таким путем, просто повышая ставки последовательно, поскольку они, в общем, ничего нового не могут просто придумать в состоянии. И их совершенно не волнует, какова цена реально этих последствий. То есть они таким образом, по сути дела, ведь что делают? Они загоняют в гораздо худшие условия в будущем всю страну, всю Россию. То есть они усиливают изоляцию, они усиливают коллективную ответственность россиян. По сути, может быть, в этом даже их цель. То есть они стремятся сделать так, чтобы россиянам больше уже нечего было терять. То есть... Путин, мы понимаем, он сидит в бункере, иногда из него вылазит. Вот сейчас съездил в Ереван, вернется, опять засядет, живет в какой-то там своей параллельной реальности. Но все-таки можно ли также говорить и о начальнике генштаба, вообще о высших военных чинах? Потому что, ну, как мне казалось, всегда они как раз-таки должны вот как-то уметь критически мыслить, подходить к оценке ситуации с различных сторон. Неужели они не в состоянии оценить ситуацию и к чему это может привести? Подозреваю, что нет. Об этом свидетельствует сам ход войны. Они к ней 8 лет готовились, а вы видите, как подготовились. Поэтому я бы не был столь оптимистичен в оценке их качеств стратегического мышления. И плюс ко всему там же есть еще внутриведомственная, по сути, логика, которая, мне кажется, у них и работает. То есть им главное сохранить свою позицию в структуре, в системе и остаться при должности, получить какую-нибудь медальку. Ну, вы помните этот цирк, когда Шойгу награждал медалями генералов. В то время, когда, по сути дела, все, чего они достигли по первым дням войны, уже, в общем, понятно было, что это ничего не стоит. Кстати, интересный момент. Действительно, мы наблюдаем провал за провалом, а ответственность практически никто не несет. И Шойгу сам остается на своей должности. Но только вот поменяли начальника генштаба, но мы видим, что не особо это как-то повлияло на ситуацию на фронте. Почему, на ваш взгляд, нет какой-то чистки, о которой пропагандисты с приходом Суровикина говорили, ожидали, что все поменяется? Но мы видим, что ничего, собственно, и не меняется. Ну, потому что это клептократический режим. То есть он всю ответственность распределяет вниз, то есть на народ, на нижние слои пирамиды. А все прибыли приватизируют. Ну, то есть как бы их в этом смысле война вполне устраивает. Им все равно, сколько народу погибнет. Лишь бы они оставались у власти, получали какие-то звания, деньги, ресурсы и так далее. На ваш взгляд, сейчас мы перед этим в программе сообщали о том, что будет дальше все-таки мобилизация продолжаться, потому что уже по оценкам российских властей, люди, которые сейчас были мобилизованы к концу зимы, погибнут. Нужны новые силы. Как вы считаете, как общество дальше будет реагировать на мобилизацию? Ну, потому что, с одной стороны, мы как бы видим какие-то протестные настроения, а с другой, допустим, жены и матери мобилизованных выходят, но они не призывают закончить войну, они призывают лучше экипировать российских солдат, их мужей и детей. Тем не менее, ну, как бы пока они не выступают за окончание этой войны. Поменяется ли у них все-таки настроение? Появится ли какое-то критическое мышление, какие-то другие оценки ситуации? Ну, я бы сказал, что это первая стадия такая недовольства массового. И да, пока это напоминает, знаете, вопли коров на скотобойне, что процесс плохо организован. Но, честно сказать, я думаю, что это только первая стадия, потому что постепенно это недовольство будет, конечно, переноситься дальше. И уже сейчас, в общем, заметна большая усталость от войны, уже сейчас заметно, что в целом, как бы, большинство населения уже, в общем, понимает, что ничего хорошего ожидать не приходится. Ну, и сами эти попытки хоть как-то надуть вот этих персон, да, они уже говорят о том, что даже там где-то в недрах бюрократического аппарата, в общем, все уже несколько поиздержалось, они уже толком не очень понимают, что, собственно, надо делать. Потому что это, в общем, попытки, они, как видите, довольно-таки убогие. Денис, спасибо вам большое. Да, Денис Греков, преподаватель критического мышления, был с нами на связи.